На момент объединения Республика владела контрольным пакетом содового производства, а после этого объединения Республика стала владеть теми самыми 38% БСК. Существует версия о том, что господин Хамитов получил совершенно конкретное денежное вознаграждение в момент объединения каустика и соды. Некоторые эксперты называют цифру в 10 миллионов долларов. Я не до конца разделяю подобную позицию, потому что, скорее всего, позиция Хамитова более сложная. Я видел платежные документы, очень странные платежные документы, на сумму точно эквивалентную 10 миллионам долларов. Переходим к позиции Хамитова и его правительства в отношении содовой проблемы. Казалось бы, она очень цельная и понятная. Хамитов многократно заявлял о том, что он не отдаст Таратау, пока он президент, или пока он глава Республики теперь уже. Однако здесь есть масса нюансов. И чтобы их понять, наверное, стоит, опять же, углубиться в прошлое. В 2013 году произошло объединение предприятия каустика и предприятия сода. И господин Хамитов был ярым защитником этого решения. Он всячески объяснял и отстаивал выгодность для Республики подобного действия. Напомню, что на момент объединения Республика владела контрольным пакетом содового производства. А после этого объединения Республика стала владеть теми самыми 38% БСК. Хамитов очень яростно, очень настойчиво доказывал, что 38% в БСК – это лучше, чем 51% отдельно в СОДе. И не подкреплял это, в общем-то, никакими расчетами в деньгах, что, собственно, вызывает первые подозрения. И вот эта одержимость этой идеи в тот момент, непонятная совершенно, на самом деле, на первый взгляд, вполне укладывается в ту концепцию, которая называется «карыстным интересом». Существует версия о том, что господин Хамитов получил совершенно конкретное денежное вознаграждение в момент объединения каустика и СОДы. Некоторые эксперты называют цифру в 10 миллионов долларов. Эта сумма через какие-то сложные цепочки предприятий якобы попала в руки Хамитова. Я не берусь обсуждать этот вопрос детально или утверждать конкретно, что лично Рустам Закевич Хамитов получил 10 миллионов американских долларов за объединение каустика и СОДы. Однако я видел платежные документы, очень странные платежные документы, на сумму точно эквивалентную 10 миллионам долларов, которые именно в момент объединения каустика и СОДы прошли очень странным путем через ряд башкирских предприятий и пропали где-то в закромах офшорных компаний. Версия о корыстном интересе Хамитова, по крайней мере, объясняет вот эту оголтелость, с которой он провел эту сделку по объединению каустика и СОДы и объясняет то, что после того, как это все случилось, он резко охладел к интересам предприятий, хотя, казалось бы, он должен и дальше отстаивать интересы этого производства, давать им возможность работать и развиваться, однако после этого Хамитов занял категорическую позицию отстаивания горы Таратау. Если все-таки следовать версии простой корысти, то тут вырисовывается схема, условно говоря, повторного вымогательства, потому что еще одна группа экспертов полагает, что столь принципиальная позиция Хамитова относительно горы Таратау не что иное, как попытка выбить из нынешних собственников БСК и башкирской химии некого пакета акций, которые перейдут в пользу аффилированных лиц либо компаний, за что гора Таратау будет передана в разработку. Я не до конца разделяю подобную позицию, потому что, скорее всего, позиция Хамитова более сложная, потому что он пытается и политические дивиденды получить с этого конфликта, а именно заняв сторону защитников Таратау, Хамитов на некоторое время, конечно, получил достаточно существенную поддержку тех людей, которые еще вчера абсолютно не разделяли его позицию и не являлись его сторонниками, однако этот существенный для них вопрос стал решающим, они, видя позицию Хамитова, встали на его сторону. Это те самые башкирские националисты, которые, прямо скажем, подрастерялись в этот момент, и, будучи ярыми противниками Хамитова, были вынуждены перейти так или иначе на его сторону, ну, и еще некоторые другие группы социальные и политические в республике. Кроме того, надо понимать, что Хамитов и правительство – это совершенно неоднородная структура, и внутри правительства тоже существуют разные мнения и версии. А учитывая то, что сейчас на пост руководителя администрации, губернатора республики Башкортостан, пришел господин Маврин, которого принято считать технократом, экономистом и человеком практическим, я не думаю, что Маврин разделяет патриотические позиции тех, кто защищает гору просто потому, что она красивая, и тем самым мы понимаем, что есть разные полюса, разные люди, разные мнения, в том числе и в правительстве. Но пока позиция Хамитова и его правительства достаточно однородна и последовательна. Гору не отдадим. Однако, наряду с этим, эта позиция также и, в общем-то, тупиковая, потому что то, что предлагает Хамитов и его псевдоспециалисты в этих областях, на самом деле, не выдерживает никакой критики. Возвращаясь к предыдущему разделу нашего сюжета, я хочу сказать, что предлагая альтернативы, так называемые, для БСК в качестве сырьевой базы, Хамитов не трудится особенно подтверждать эти альтернативы научно, нет никаких технических, научных обоснований того, что то же самое гумеровское или карановское месторождение пригодны для той технологической схемы, которая применяется сейчас на содовом производстве. В общем, это очень сильно похоже на пустую болтовню и отговорки. Особенно ярким эпизодом подобной деятельности было недавнее заявление о том, что правительство планирует создать вообще новое содовое производство в Республике Башкортостан, что, в общем-то, является очередным трёпом и болтовнёй на 100%, потому что в сложившейся ныне экономической обстановке, конечно, ни один здравомыслящий инвестор не вложит несколько, возможно, даже десятков миллиардов рублей в строительство содового производства с нуля. Тем самым мы можем подытожить анализ позиции господина Хамитова и его правительства как неконструктивную, достаточно примитивную и в большей степени популистскую, если только не рассматривать вот эту теорию о прямой корыстной заинтересованности господина Хамитова в решении этого вопроса. Ну, я думаю, что ближайшее будущее нам покажет, насколько это всё правда или неправда, потому что бескорыстие Хамитова, конечно, уже давно перестало быть некой иллюстрацией вообще и характеристикой его как человека. Все мы понимаем, что это всё далеко не так, но вымогают ли деньги Хамитов из соды, я пока утверждать не берусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова